всех приветствую мои родные любимые и сердцу моего дорогие христолюбчики и братцы и сестры во христе и все люди на земле всех вас приветствую в новом 2020 году всем желаю радости счастья любви добра мира терпения в души ваших сердца в умы и в тела здоровья чтоб все у вас было хорошо в домах ваших семьях ваших ну и чтобы во всех сферах вашей жизни всегда вам споспешествовал господь бог наш который есть абсолютное благо что все было хорошо у нас сегодня с вами первый ролик проповеди в 2020 году 2020 знаете начать его хотелось такого ролика за все то время что я в интернете нахожусь около трех лет чуть больше трех лет да где-то уже конечно постоянно как человек проповедует это касается любого блогер даже не то что проповедника там истины даже тем более да то любого блогера в принципе конечно все пишут ему гадости какие-нибудь пытаются в чем-то лечить обличить обвинить и так далее естественно я не исключением и вот первый ролик хотелось бы все-таки посвятить себе опять хотя этот канал не live но я все-таки буду говорить о своем мировоззрении и хотелось бы чтобы он был именно здесь новый плейлист я открою на канале 2020 естественная в общий плейлист на который называется проповеди христолюбция по моему как он там полное собрание и я по годам тоже плейлисты делают так чтобы хоть какое-то деление было вот мне с него и хочется начать я так кратенько себе набросал план он будет короткий не короткий не знаю вы знаете я же не умею быстренько говорить и кратко да а вот действительно все что вы видите это вот весь мой план он у вас на экране мне хотелось бы что кто-то может быть впервые попадет с кем-то может быть поделиться этим плейлистом непосредственно 2020 конечно же из года в год человек чем-то меняется что-то у него меняется может быть и мне вот хотелось бы чтобы именно на канале христолю проповеди в 2020 году первым роликом был именно себе многие вечно тыкают за это гордыни но как я всем привожу пример что даже евангелие один из его авторов лука когда писал свою вторую книгу книгу деяний апостолов так ее и начал что первую книгу тебе феофил я написал о всем что делал прежде всего и чему учил иисус вот но о том что делал у меня есть отдельный канал христолюб лайв моя жизнь там я себе рассказываю как я что я там есть всякие всякие ролики посвященные мои как раз жизни да здесь все таки канал как раз там моя жизнь здесь мое так скажем учение это мое учение разбивается опять на два канала есть конечно на котором вы видите этот ролик проповеди он так более в свободной форме есть канал христолюб библия и чтение библии и других писаний любых книг какие сейчас читаем библии но будем разные книги читать и вот здесь я хотел бы так скажем кратко кратко изложить свое учение какое мое учение я считаю учением иисуса христа я себя считаю последователем учеником иисуса христа 2000 лет тому назад богу явившегося во плоти настоящего сущего реального везде и всюду присутствующим все проникающим все созидающим всем управляющим богом который явился во плоти для того чтобы каждому из нас дать пример совершенной святой жизни в боге по христе святости да истину я хочу сказать уже об этом много говорил вот сегодня постараюсь концентрационно вы знаете есть все опознал сути и все вот я вам хочу такую иллюстрацию показать вы же знаете но если не знаете об этом много раз говорил и сегодня кто может быть никогда это из моих уст не слышал скажу кто знает что света как такового его не существует вот все что мы вокруг с вами видим мы видим во свете сам свет он невидимый я вижу при свете во свете я вижу все предметы белого цвета кто знает его не существует в природе как такового несмотря на то что может показаться что вот майка белая там диван белая пандочка моя в черно-белая да да вот которая у меня но естественно это не белый это лишь оттенки белого а вот по-настоящему белый цвет его природе как такового не существует и кто знает тот же самый белый цвет это собрание всех цветов кто знает та же самая радуга да это при просто преломление той же самой воды почему она происходит при и вода вроде как прозрачная просто происходит преломление вот этой природы невидимой того же самого воздуха мы видим это радугу по сути то же самый белый цвет но он состоит из вот этих там ну пусть 7 10 кто там на сколько делить неважно или всего спектра цветов и даже крупное деление кто знает возьмите красные возьмите зеленый и возьмите синий на их пересечении на их стыке получается что как раз белый цвет вот этот вот да вот вы знаете в свое время я специально для вас это показываю чтобы вы это все уразумели свое время для меня истина открылась вот через три вот этих я вот так вот наложил как у вас на экране а что и накладывал тут даже сейчас дело не в иерархии хотя она тоже важно да ну начну все таки первое свое сердце почему со своего сердца все начинаю вы прекрасно знаете что человек сам дает отчет за себя поэтому прежде всего ты богу не не скажешь вот там было написано там мне сказали там то я увидел там то я узнал поэтому я так жил и грешил да но мне же сказали я вот так мне на авторитет надавили я вот так вот да нет мы у нас никаких отмазов нет мое сердце я подразумеваю это я да личность которая за все несет ответ естественно эту личность бог просвещает без всяких бумажек без всяких средств бог специально создал так человека чтобы всяк ни в чем не нуждался учителя которые учат человека его сердце его ум умное сердце добро и зло очень простые это более наслаждение их два точно так же как и добро и зло наслаждение и скорби или страдания этим вещам что такое добро что такое благо мы учимся посредством прохождения видимого и невидимого миров через боль и наслаждение я скорблю мне нанесли боль обиду причинили какое-то несчастье да отчего у меня страдание это плохо я так тоже долго не должен делать или я сделал это вернулась да не хорошо я кому-то сделаю не хорошо нам обоим хорошо это добро но об этом мы поговорим чуть позже а откуда я это все узнал вот через это первое это мое сердце который просвещает всякого человека бог том числе меня я не исключение да как и вы второе ну давайте просто по списочку это бытие книга бытие можно было закончено мне если хотите это первая книга ветхого завета это книга под названием бытие это первые три ее главы где нам описаны сначала кратко сотворение мира в том числе человека вторая глава нам более подробно расписывает то что было написано в первое сотворение человека всего нескольких стихах 2 глава полностью раскрывает ну полностью на том моменте насколько она раскрывает в том на том этапе на по тому желанию по тому объему какую видимо хотел бог да 2 глава раскрывает более подробно творение именно человека из всего творения божьего описано в первой главе и третья глава нам описано кто знает кто не знает сообщаю это именно грехопадение это человека от падения его от истины от любви от святости от добра от самого бога естественно от жизни от бессмертия да делает он это почему потому что человек абсолютно свободен человек это тот камень как древние философы так скажем под подкалывали поддергивали издевались над верующими людьми в бога так скажем может ли бог создать камень который не может поднять вот ответ на этот вопрос есть не знали отвечали ли этим издевателям верующие люди но я отвечаю всегда дай такой камень бог сотворил человек он сотворил человека свободным при этом его свободу не нарушает эту истину я разумел естественно в этих первых трех главах естественно я увидел все это в евангелии естественно вся эта истина в моем сердце когда я все это вот так вот сложил все лишнее все что вы находите видите вне белого сектора вне белого пространства все это мишура все это не нужно это все лишнее все что вам нужно это все что находится в белом пространстве это для вас действительно важно и что же это за такие истины они очень простые в принципе вы можете назвать эти все квадраты давайте их почистим каждый из этих квадратов и то есть так скажем доля истины ну давайте почистим как раз снизу вверх символы вы знаете в мире существует полной сам господь их дал это дерево поэтому можно назвать синик синий кругляшок синий окружность это корни деревья да или фундамент дома вы помните евангельские библейские образы и символы фундамент чего вы помните как описанность не помните он напоминаю 1 2 глава в частности 2 глава книги бытия сначала бог насаждает два дерева это символ свободы выбора человек становится свободным избирать между добром и злом и неважно зло человек никогда не будет вкушать практически никогда если он совсем уже еще не обезубил на начальном этапе что вкусе зло и у нас завернуть в красивую оболочку поэтому это зло не зря в библии названа древом познания не просто зла а добра и зла ну кто знает и много раз говорил сейчас бы в современной литературе в современной текстовом или электронном написании надо взять про слово добро в кавычки тогда все станет понятно поэтому есть древо жизни естественно есть древо смерти вкушая от того и другого ты вкушаешь жизнь а что такое вкушение всего вкушения творение делами да что я делаю естественно ты делаешь добро поэтому ну красный символ красной крови жертвенной любви пусть у нас слева будет красная да естественно 2 истина что-то делал должен делать добро добро любовь как хотите это порой синонимичные понятия в разных писаниях в разных народах да ну любовь в совокупность совершенства да ты терпишь те же самые оскорбления ты любишь значит да вот ты воздерживаешься ты любишь да ты мирный не раздражительный ты любишь это любовь от совокупность всех совершенно прекрасных свойств человеческий развитых свойств человеческой души да естественно что это дает если ты творишь блага ты вкушаешь с этого дерева плоды эти плоды есть что бессмертие или вечная жизнь вот вам и вся истина очень просто и понятно но как я много раз говорил не зря именно пересечении их является абсолютной истиной ну штамм здесь свободы но нет любви и бессмертия это нет ничего как я всем говорю очень хорошее слово почти почти успел на самолет на гавайи ты никуда не улетел почти съел почти заработал почти от ничего вот та же самая любовь без свободы да да я люблю но ограничиваю солдат что бомзла не я его так люблю руки ему связал чтобы он зло не сделал разве бог так сделал разве бог первым людям не не позволил согрешить позволил разве бог не позволил карина убить авеля позволил любовь без свободы ничего не значит никакой любовь никакая не любовь любовь где любит она дает свободу человек естественно бессмертия без любви которая должна свободно совершаться не имеет смысла это будет ад на земле вечный именно поэтому вкушая зло ты ограничиваешься именно поэтому бог нас одел в эти ризы хотя это естественно следствие зло само себя пожирает тебе сегодня угоден президент завтра депутаты завтра члены твоей партии завтра твой сосед в концовке ты сам себе и своих детей завтра ты пивут не угодно ты сожрешь сам себя зло но сжимается до поэтому только познание вот этих простых вещей что истина она во всем сразу в любви свободе бессмертия ты любой любую сферу жизни любой вопрос на пути своей жизни рассматриваешь через эти три причем одновременно через все эти три хотите слов полно природы сущности бытия бога истины вот когда-то через все только ты через все смотришь что мне сделать я свободен так если ты начнешь ой да я вот не могу говорить что мне там за это будет меня же посадят или меня и забьют я буду проповедовать или это неудобно веганство проповедовать родственники не поймут друзья отвернуться все никакой не важно что ты ты боишься страшишься ты не в истине так ты свободен да вот я я от них нуждаюсь я завишу на не жми деньги там помогают я и валит ты свободен это ты запомним ты свободен избирать между добром и зло что ты избираешь так хорошо как бы я хотел бы что бы я хотел бы на самом деле но хорошо я свободен и чтобы я хотел на самом деле да я хотел бы избрать именно это я хотел бы сбрать любовь或者 Я хотел бы сам не убивать, я хотел бы проповедовать любовь. Я свободен. Да, я изберу. Почему я это изберу? Да потому что я бы хотел, чтобы... Я хотел бы, чтобы убивали каждый день в вечность проецировать. Нет. Я хотел бы, чтобы зло нарастало и в вечности было... Вот и не было бы ему конца. Нет, мы все хотим прекратить зло. Это внутренняя природа. Зло не может существовать. У него не должно быть жизни. У него и нет жизни. И не должно быть, каждый это понимает. Как бы я хотел, чтобы было в вечности? Куда я попаду в вечность? Вот сейчас мы живем, Бог ограничил специально. Мы уже в школе жизни с вами находим. Как бы я хотел, чтобы было? Где бы я хотел, чтобы было? Где была бы вечность? Как бы там должно было быть? И вы любой вопрос найдете. На любой вопрос найдете ответ. И любую тайну вы раскроете через эти три вещи. К чему я это все рассказал? За что меня мои поносчики, хулители, обличители? Кто меня только? Учителя, которые сами себя мнят моими учителями. Я их своими учителями не изначал, потому что я их не знаю в жизни. Если бы я видел их жизнь соответствующую, я бы, может, и сказал, что они учителя. Я их не... взял бы их себе учителя, так скажем. Стал бы их учеником. Но зачастую, когда мне пишут какие-то простые письма, непонятные аватарки, я эти письма вообще не воспринимаю. Я не знаю, кто это писает. Я ничего об этом человеке не знаю. Поэтому этот золотой ключик я всем и проповедую. Я желаю людям счастья. И человек, который познает эту истину, обретет ее, вкусит. Он вкусит благо. И будет счастлив и блажен. Поэтому я проповедую простые вещи. Любовь. Ты свободен, человек. Избирать. Между любовью, ненавистью, добром и злом, светом и тьмою. Горькими, сладкими. Если ты будешь избирать благо, свет, любовь, добро, сладкое, будешь кайфовать и здесь уже в вечность вкушать. И, естественно, в вечности ты будешь этой блажен. Все. Вот вся моя проповедь. Меня обвиняют в еретичестве, в проповеди ереси, злобы, чего-то непонятного, неистинной. Я всем говорю. Покажите мне. Вот начинаем со свободы. Покажите мне счастливого раба. Кто не хочет быть свободным? Кто? Когда я людей освобождаю от культов. Говорю, что ты ничего не должен. Богу от тебя ничего не надо. И никакому человеку от тебя ничего не надо. Если ты какой-то человек что-то требует, там, нет, надо вот ходить там в капище. Это не надо ни Богу, ни на самом деле этому человеку. Это он тоже себе в голову вбил, что надо. Это не надо. Покажите мне счастливого раба. Нет. Свобода – это и есть счастье. Это и есть блаженство. Второе. Покажите мне несчастного влюбленного. Я об этом говорил, кто до этого мои ролики слушал. Да, конечно же. Влюбленный человек безответной любовью все равно будет несчастлив. Это да. Но хотя бы со своей стороны он сделал все. Сам от себя клюбит. Да, человек любящий, но нелюбимый, к сожалению, в этом мире, лежащем возле, он не будет полноценно счастлив. Никто из нас. Мы хотим не только любить, мы хотим быть любимым. Но быть любимым не от нас зависит. Поэтому мы и проповедуем, давайте любить друг друга, тогда мы будем полноценно счастливы. Потому что счастье не только любить. Любить невозможно. Любить и быть абсолютно счастливым. Человек нуждается в любви к нему проявляемой. Поэтому мы и проповедуем, давайте любить друг друга. Мы это делаем даже для себя, потому что ты будешь абсолютно счастлив. Потому что и ты будешь любить, но и тебя будут любить. Но любовь к тебе, окружающих, от тебя не зависит. Ну, понятно, что ты любовью пытаешься людей призвать. Не только словами, а именно делами. Хотя слово это тоже часть дела. Даже проповедь самого того, что давайте долюбите друг друга, это уже дело, да? Естественно, любовь проявляется во всевозможных делах. Через наш видимый мир. Руки, ноги, уста, глаза, уши. И те инструменты, которые Господь и люди придумали уже в этом мире, да? Вот. Поэтому, конечно же, наше дело главное, каждого человека свою половинку выполнить идеально. Я, главное, должен всех любить. Это моя задача. Я не могу заставить людей любить, иначе я нарушу что? Первый пункт. Свобода человека. Я лишь призываю. Подаю личным примером. Потому что я люблю человека, делаю какие-то дела любви, добрые дела. Человек становится счастливым, и через свою плоть познает, что все это, когда его любят, это хорошо. И он начинает любить других в ответ. И третий пункт я пометил. Покажите мне того, кто не хотел бы, чтобы это длилось. Вечно, бесконечно, как хотите. Эти слова, из-за них тоже порой ругаются, спорят. На самом деле, они практически синонимичны, их по-разному употребляют. Кто не хотел бы, вечно быть свободным, пребывая в блаженстве. Ну, это и есть блаженство. Любить, быть любимым, и быть абсолютно свободным. Кто не хотел бы, чтобы это длилось вечно. Как говорят, вечный кайф. Вот что я проповедую. Все. Все. Есть, если вы видите, еще текст ниже, что я не проповедую. Кто человек религиозный, а может быть даже христианин. Я хотел бы, чтобы этим роликом поделились не только с христианами. Поделились у себя, может быть, на страницах, может быть, увидят ваши родственники, друзья, знакомые. Нерелигиозные, потому что я не проповедую религию, я проповедую истину. Это огромная разница, которая делает человека счастливым. Всех людей на земле. И если бы все последуют этой истине, мы будем жить в абсолютном, блаженном, счастливом обществе. Что я не проповедую? Я не проповедую любовь к Богу. Раз. И я не проповедую любовь к себе. Это два. Хотя вы вспомните, что на вопрос книжников, фарисеев, садукеев, какая первая и наибольшая заповедь в законе Моисея, он ответил, что первая заповедь – любовь к Богу. Но при этом он сказал, что вторая равная ей, как хотите, перевели в синодальных переводах, подобная есть, равная есть, а равно – это то же самое. Это любить ближнего. Но как? Во-первых, это любить ближнего. То есть любить Бога, любить ближнего – это равно. Это равенство, подобие. Это одно и то же. А во-вторых, это надо делать так, как ты любишь самого себя. Вывод какой? Так, как Бог творит с неба и земли. Так, как Бог все это сотворил. И Он для нас невидим. Любить Его мы можем, любя Его творение. Ближний – это не только человек. Это все живые души на земле. Это природа, естественно, которая тоже имеет дыхание жизни Бога. Вот любовь ко всему этому творению – это и есть любовь к Богу. Никаким образом больше ее проявить невозможно. Бог – это не царь, который сидит на каком-то троне, перед которым на целыми днями плясать, танцевать, склонять головку, целовать Ему ножки. Нет, Бог не такой. Бог, ешь, совплати, Иисус показал нам, какой Бог. Он сам склоняется на свои колени и умывает ноги своим ученикам. Вы помните, вот какой настоящий Бог. Естественно, любовь к сему, к себе. В чем она проявляется? Ко всему, что ты любишь, природу, людей и животных, ты можешь от них получать удовольствие, пользоваться вот этой любви, о которой мы с вами выше чуть сказали. Потому что ты не будешь счастлив только, будучи, кого-то любить. Любовь к себе – это получать от кого-то любовь, естественно. Пользоваться всем этим. Но, какие грехи бывают? Как любить? Как любить ближнего, как самого себя? Я хотел бы, чтобы мне причинили боль и страдания. Нет. Значит, любовь к себе и вообще любовь к человеку и любовь к Божьему творению. Я-то понятно, я люблю, что такое любовь – это добрые дела, это забота, попечение. Как говорили древние восточные мудрецы, когда мне цветок нравится, я его срываю. Когда я его люблю, я о нем забочусь. Очень великая, хорошая мудрость. А как же с любовью потребляемую? Сколько, в каком количестве и что я могу потреблять? Все. Все до того предела, когда мои удовольствия от кого-нибудь получаемые, от природы, от животного мира или от людей заходит за ту грань, где человек начинает страдать, испытывает боль, скорбь, несчастье, страдания. Все остальное, мне все позволено. Все абсолютно. Я могу с животным играться, конечно, гладить его, тискать, кормить, все могу. Я получаю тут удовольствия, конечно. Если Бог вот так придумал, здоровая там, здоровая собака, может, даже в сане запряжена, она с радостью, ты запрекаешь с детишками, там, катитесь, она играется, она тебя тащит, как взрослый человек с радостью тащит своего ребенка на санях. Они играются, это здорово, это здорово. Когда ты свободно играешься с мячиком и собака какая-то играется, свободно, она с радостью с тобой играет, как хочет. Может так, может так, она может этот мячик прогрызть, бежать куда хочет, схватить его, убежать вообще с ним куда-нибудь. Это свобода, это любовь, да, вы можете вместе играться, получать удовольствие, она получает удовольствие, ты получает. Если ты заковываешь эту собаку в клетку, она не хочет больше играть, она хочет спать, она не хочет играть по всем твоим правилам, она не хочет играть, ходя только на передних, лапах она бегает на четверых лапах если ты надеваешь на нее какую-то юбочку как-то делаю в цирках если ты заставляешь делать то чего она не хочет еще это всем на публику показываешь это разве любовь нет разве я имею право получать удовольствие созерцая такое когда собака этого обезьянка слон не хочет этого тигр разве тигр хочет прыгать в горящее кольцо нет он с радостью будет прыгать вместе с тобой по всем пальмам и деревьям но не будет никогда прыгать в горящее он прыгает только потому что его заставляет разъема губ наслаждаться этим зрелищем во благо тому что тигр испытывает страх а может быть обжигается опаляется усы шкура а иногда они целиком падают и брюхом на это получают ожоги разве я имею на это право нет оказывается моя любовь заканчивается там разве я могу сделать человека рабом итог для того что мне видишь ли лень встать я делаю рабом привязываю к своей кровати он мне служит разве я могу такое делать оказывать разве я могу эксплуатировать нещадно природу зачем зачем и разве я могу рвать просто так то что мне не нужно одно дело я вырастил огурчики сколько не надо я сорвал сорвал даже все бережно законсервировал этим дарами природы богом данными питаюсь да разве я могу просто так идти и ломать деревья пилить их просто так не еще что-то ми просто захотелось поэкспериментировать разве я могу это делать нет оказывается очень просто я могу ходить в платочки или без платочков богу как вот есть грех против бога как кому какая разница хожу в платочки или без платочка никому богу какая разница никому это грех нет оказывается я могу делать все что я могу я могу ходить с такими ракеса могу я могу носить татуировки на себя наносить из них конечно кому от этого плохо никому если конечно он говорит что это ему просто не нравится ну мало ли что ему не нравится ему это не причиняет боль ему одно нравится мне другой не нравится но не смотри бог сделал земля очень большая каждый может на ней жить и получать удовольствие сколько ему влезет от чего только угодно пожалуйста я же тебя я же не ломают твою свободу бог говорю землю очень большую придумал у нас у каждого хватает своего пространства я же делаю сам собой что я хочу прежде всего я же не тебе сделал татуировку или ракеса такой себе тоже тебе не нравится это меня мало волнует я получаю от этого удовольствие никого не напрягая это уже потом ты следствие моего удовольствия тебе она не нравится процесс не нравится с результаты моего удовольствия но бог так положил всем нам разным нравится одному красного и красный желтый цвет оба хорошие одному нравится что-то больше что-то меньше кто вправе нарушать чужую свободу я не забывайте об этих что важно все ты первый нарушаешь мою свободу я когда делал себе ракес или выбрал не носить платочек я ничего не нарушал ни свободу не слезы не проливал то есть не делал несчастье вечности это никак ни на ком не отражается все в жизни течет вот так сегодня сделал завтра помылся сегодня абстракционалов завтра отрос бог так все чудесно придумал все изменяемо в этом нет ничего страшного а вот ты уже нарушаешь мой свободу если я к тебе в дом пришел внешне тебе у нас улица общая вот я прошел и ты прошел что чем эти больно сделать надо поэтому понимать конечно же когда идет речь о любви добрее чем-то хорошим делом человек это не говорят о том что я исполняю прихоти всех людей на земле то потому что им так захотелось это не первые нарушают мою свободу собой я могу делать все что хочу бог дал мне тело бог дал мне этот мир если я им во благо пользуюсь в радость красоту человек создан по образу и подобию бога творчество развития украшения они свойственные ему точно также бог творил весь этот мир красивым интересным разнообразным это нормально вот что я поэтому проповедую надо креститься в воде христианином зачем ему надо покаяться в злых делах любому человеку когда он узнал вот об этой вот истины что действительно мы все жалуемся на жизнь хотим жить прекрасном обществе нам нас там обижают там люди плохие но мы не хотим начать себя быть хорошими вот когда человек услышал истину он должен просто измениться и покаяться можно какой-то обряд сделать можно можно хоть водой облить человека хоть песком хоть грязью чем он захочет можно подуть на него все ты крещен дух можно сделать все что угодно ему это хочется пожалуйста тебе хочется да пожалуйста надо это отмечать можно отметить можно собрать стол поужинать пообедать кто там что можно можно обязательно это не этот пожелание это заповеди больше нет это грехи против бога не грех есть только один когда ты причиняешь страдания какому-либо из божьему творению все не бережно относишь к его творению до дерево она не кричит не вопит и не чувствует боли это здравым людям понятно но это творение божье когда вы знаете да мой дом который я построил он это не часть меня этот дом часть меня я его построил я всю душу все деньги то вложил если вы мудой сожгете мой дом или взорвете в принципе вы мне как бы казалось бы по плоти больно не сделали но может как убьете мою душу я туда все вложил я его делал бережно своей стамеской из каждое бревнышко обтесывал я сделал прекрасный красивый дом для своей семьи если вы его сожгете вы конечно же можно сказать убьете меня ну как минимум раните хотя это этих ран будет не видно точно так же это живые существа и сами по себе еще страдают вот именно люди животные вы двойной грех делаете против и того кого вы делаете зло и того кто сотворил тому кого делаете зло если причиняет боль нашим детям кто-то избил наших детей мы конечно этой боли физической не чувствуем но этот человек не только нанес плохо моему ребенку но мой ребенок плачет страдает возможно я плачу за его лечение возможно я время провожу вместо что на радость веселье стерео больничной койки сижу я страдаю вы сделали двойное зло я говорю еще возьмите что вообще-то у нас есть родители всех с у нас создавший и он глядя на это на все еще страдает вот и все вот все чему я учу меня обвиняют во всех смертных грехах я всегда говорю вы знаете отвечаю таким людям словами иисуса за какой из хороших из добрых дел хотите побить меня камнями очень хорошее слово сказал иисус сразу намекнув на две мысли во-первых я никакого зла не сделал а вторых из добрых дел за какой что ему ответили тогда не за добрые дела за то что ты богохульствуешь называй себя сыном божьим за что и распяли я таким людям которые меня прессуют я всегда отвечаю пусть найдется хоть один человек то что иисус этой фразы как я бы сказал он сказал сразу две вещи какую зло тогда укажите сделал но так как он делал одно добро он сразу прямо говорил за какой из добрых дел хотите мне побить камнем но мы чем я не бог да я могу конечно погрешать особенно как апостол аков говорил всем особенно учителя погрешаем слове я могу где-то перегнуть палку что-то человеку сказать немножко грубо немножко как-то может быть не очень хорошо ответить но вы знаете пусть найдется человек которым я сделал настоящее зло за все время своей проповеди в интернете пусть найдется человек которого я у которого я забрал муж какие-то деньги вы знаете что христианство грешит и проповедник христианства и этим что кто-то ради меня продал квартиру там платил мне какие-нибудь десятины или еще что-то да в какую-то мою секту внес нет возьмем все же любят за материальное трястись я поэтому с этого и начинаю пусть найдется человек пусть даже клеветник бог ему судья пусть человек который скажет что я его лукаво ввел в заблуждение мне мне помогали как и любом проповеднику за все это время помогают я объявляю сборы на свои нужды которыми кстати опять же служу людям да и приглашаю к этому совместному со служением участвовать в моих нуждах до которыми я общем-то тоже то же самое питание да я могу жить и проповеду потому что у меня есть что поесть есть где поспать вот есть где погулять походить отдохнуть да вот поэтому если так уж так у себя понять скажу я тебе там 2002 раза выслать скажу я ж тебе я я призываю к добровольно пожертвам точно так же как написано что иисусу служили своим имением он не работал больше плотником когда вышел на полноценное свое служение точно также делали его ученики и во время когда они ходили с иисуса мы не видим чтобы они там рыбачили еще что-то и после из книги деяния их послание после мы видим что они полностью отдали служение апостол пётр когда уже они даже раздавали то что им приносили апостол пётр с великими видимо служителями слова учителями они даже от этого отреклись они даже казалось бы велико ли дело проповедовать и то что собирает для нуждающихся раздавать этим нуждающимся как вы помните книги деяния описано что они даже от раздачи этого отреклись сказали негодно нам у кого есть дар слова о чем печься вот а действительно важно казалось бы человеку прежде чем слову говорить надо живот набить да что-то в рот положить но он сказал пусть для этого будет свои люди занимаются а мы будем заниматься своим поэтому все эти конечно укоры проповедник что вот они там живут на на помощь на поддержку на пожертвования хотите называйте это одни и те же слова донаты их английское слово да просто пожертвования вот так как вы хотели по-другому так вот происходит да вот но я при этом это все абсолютно добровольно вот на естественно от сердца кто кто желает это делать да я никого никому призвал поэтому веру найдется такой человек пусть он публично в интернете заявит вот пусть ко мне сначала конечно прежде всего обратиться обличит меня лично что я вот его обворовал да вел заблуждение кто знает от меня никогда таких в жизни проповедей ты не слышал чтобы я там десятинки проповедовал вот я всегда я организовываю сборы для нуждающих точно так же как отдел иисус потому что ящичек для нуждающихся носил иуда мы все прекрасно знаем точно так же мы помним дело апостол павел ни в одном и вы только ни в одном даже письме об этом говорится мы видим это в книге деяний всегда организовывали сборы помогали им нуждающимся людям да я занимаюсь тем же сам опять же пусть найдется человек который скажет что я хоть рубль мало то что я всегда прибавлял найдется который скажет я хоть рубль а тут забрал и до адреса то до нуждающихся не дошло то что ему переводили вот я всегда участвовал и как можно прибавлял к любому переводу да вот даже даже не имея ни копейки порой но хоть 10 рублей до округлю да прибавлю да вот поэтому что касается материального у нас нас два мира видим и невидимая руку пусть меня обвинить что я какой-то вред нанес нанес его имуществу что он чтобы родить я продал я не знаю вот лишился чуть ли не до не крыши над головой или там меня засыпал миллионами да я там такой вот нехороший причем по подлукав подлукав я же всем не скрываю что пожалуйста кто хочет поддерживать мое служение мне тоже надо кушать оплачивать счета да я же не лукавлю говорю на это на это когда надо накид еще нужны кто технически меня помогает чтобы я совершенствовался поддерживал там покупал все что мне нужно современные вот эти все инструменты к посредством которых в общем-то и ведется эта деятельность проповедническая в ю-тубе вот пожалуйста насчет души 2 вне внутренние ты ват ведешь или еще куда-то пусть найдется человек который прямо скажет что я из-за тебя пострадал я отвалился от православия мне бог открыл что я ват иду ну пожалуйста возвращайся в православие или в протестантизм свой я чё я против что я лично никого не ломаю никогда я говорю истину хочешь иди за ней хочешь будь рабом будь несчастным твори зло там все там то творят зло и ты вместе с ними судьбы пожалуйста пожалуйста так что это твою делу я я же не ломаю никого я лишь говорю истину зачем идти как тебе может это повредить из конечно веришь в то что ты будешь в аду гореть за то что в платочки не ходишь но мне тебя жаль вот и можешь ходить я с ней против ты можешь даже проповедовать я всем говорю пусть найдет сектор скажу что я сломал ему жизнь что какой-то семью разбил да я жестко я как иисус я жестко ставлю ультиматум проповедую святость кто хочет за мной идти отвергни себя возьми крест свой следуй за мной хочешь идти за мной пожалуйста пойди продай все раздай нищим приходи и следуй за мной хочешь идти за мной так смотри птицы не знаю имеет гнезда я не знаю где голову преклонить хочешь иди за мной оставь родителей своих пусть мертвые хоронят своих мертвецов вот что говорил иисус я зачастую говорю точно так же пожалуйста можете убивать этих животных только ко мне я не хочу даже с вами общаться живи если вы считаете это благом с такими вам блага жить вы в таком раю хотите вечность провести на скотобойнях если сейчас они где-то далеко будет бог вам покажет реальность которой вы будете жить на этой скотобойне сейчас вы живете за хорошими красивыми стенами ничего не слышите бог покажет вам что это такое всю эту боль вы на себе испытаете я лишь предупреждаю потому что вы сами все это знаете чего же вы не живете на скотобойне хотя многие из вас и живут вы на своем дворе забиваете эти беспощадно забиваете этих несчастных животных вас нет сердца и ради бога хотите так вечно жить и среди таких живите я знаю что когда я буду там я буду в другом небесном царстве где любовь радость мир доброта царит они вот это монет не надо поэтому ультиматум мы в чем в том что просто не прикасайтесь ко мне вот и все не трогайте мне не лезьте мне в душу не надо мне это хинею нести что раз вы так живете я так должен жить и это проповедовать только потому что вам это не ласкает уши отеребить да не слушайте меня не слушайте живите в своем аду и проповедуйте от будьте проповедниками смерти я проповедник жизни любви и добра вы носители и проповедники смерти ада скорбей слез и страданий а люди которые мне слушают пусть сами делают выбор что для них в этой жизни и в будущее хотелось бы любовь радости мир или скорби страдания и смерть пусть сами выбирают или пусть найдется человек который за все время услужения пострадал от меня душевно уж я сам обличаю вечные эти все секты эти мировоззрения с этими психопатии с трех шестерками там всем только людям голову не забивают я говорю с тем же сам причастием я людей освобождаю но если вы верите что хлеб вас приближает к богу я прямо называю булкой кому-то слух режет к я надо специально это говорю может чем что-то если вы думаете что вы можете вкушать обычный хлеб и этим приближаться к богу вас на этом крючке просто держит как рабов вы тратите субботу воскресенье ходите туда где вам делать ничего никто вас не знает вы никого не знаете а вкушаем богом и любовью пребывающий в любви пребывает в боге и бог в нем так как я должен провести любой свое свободное время но хотя бы в любви к любящим к своим родственник душ лучше субботу воскресенье провести дома с детьми с мужем с женой с родителями может быть с друзьями может быть с посторонними людьми помочь вот так как вкусишь бог вы верите в булку бога проповедуете это да пожалуйста я грудь у вас свободу меня свободу делайте что хотите нечего вам не предъявить нечего это только ваши лже истины что я там кого-то в отведу да что молитва за усопших как-то может изменить судьбу усопшего никак как бог никого не судит а значит бог никого не наказывает никому не воздает каждый человек получает должное воздаяние в себе самом за свои грехи точно так же все усопшие как можно изменить человека который не хочет меняться как иисус рассказал прекрасную притчу о девах и девы с маслицем светильниках не дали почему-то девам они вроде как говорит это дух святой это любовь них что же они от большой любви не смогли дать это же притчи иисус ее прямо показал на этой притче хотя вот и многие и и и надо чего разуметь что дело не вы их жадности он же притчу рассказал на реальный образ это это природа человека тех не может я вот добрый вы злые как я поделюсь с вами добром скажите мне пожалуйста я и так говорю станьте добрыми не убивайте же нет я буду убивать убивай как мы с тобой в одном месте как ты войдешь с женихом то он не убивает я не убивать и убиваешь ты сам же не хочешь быть таки все молитва за усопших как она может быть вообще в принципе вот в православии то лицезме молится за усопших как объясните мне дураку как судьбу природу человека нельзя поменять без его желания это противоречит истине который в любви свободе и бессмертие он сам не хочет меняться не хочет что вы с ним делать за него его поменяете он там добрее станет только потому что вы здесь за него богу молитесь бог плохой у вас как всегда а вы хорошие вы за него молитесь что бог его в ад не послал тот сам хочет этот ад он жил в этом аду здесь его этот ад здесь еще устраивал в его сердце в его окружении он сам был алкашом с алкашами общался в алкаш не в эту как и называется в разливуху эту ходил его все устраивало но вы можете что бог не послал его в ад в этом вообще есть логика или смысл он никакого а если вы по-другому посмотреть что бог любовь есть то вкусит плоды свои если здесь он еще был среди хорошеньких там он поживет там где все такие как он он с ума когда-нибудь сойдет от них и взмолится богу скажет господи я хочу заново все исправить и бог даст ему если верить что бог любовь не как и что бог судья бог даст ему шанс я верю что бог любовь 2 года свободен и и человека сделал свободу хочешь пожалуйста на второй шанс и третье бессмертие еще раз воплотиться и 200 тысяч раз воплотиться бог любовь свободы бессмертие и все работает через ваши лжеучения они с жизнью никак не связаны ничего не работает вот и все так что вот так вот такой вот ролик опять короткий не короткими не получается 50 минут средняя моя цифра это час принципе я вам все сказал меня укоряет только в том что я проповедую что бог природа бытия нас первую очередь как его образ подобный вся природа является его образом подобие то любовь свободы и бессмертие все и грех это нарушение вот этих вот законов по отношению к кому-либо все божьему творению к видимому когда бог во плоти был это даже против него естественно все но он и был во плоти как и любой человек да а так все соблюдает и пройдет ко всему божьему творению и все вот тебе вот тебе вся истина вот все что я проповедую все что с этим не стыкуется для меня ложь во всех лжеучениях и ересь которых не обвиняют это все что с этим не стыкуется но пожалуйста если вы во всю эту хинею верите то пожалуйста я нет я свободен как говорил апостол павел мне в принципе до лампочки кто из вас обо мне что думает мне главное что думает обо мне бог что этим самым апостол павел мне главное кто я перед лицом истины насколько я чистый свет я об этом думаю я чистый светлый искренний человек я сам стараюсь прийти в это состояние то что любовь доброта терпение делает тебя самого счастлив и это естественно от избытка сердца проповедую все как раз те кто мне укоряют они либо завидуют как завидовали иисусу либо еще что то то что я счастлив от того что я свободен они рабы рабы системы раб этих правил обрядов постановлений страхов я всем говорю у меня нет страха я абсолютно ничего не боюсь они боятся всего боятся бога который хват пошлет ну естественно других тоже они мечтают об этом но чтобы их брат помиловал но бог судье они всего боятся не боятся системы своих пастырей всего на свете я ничего не боюсь они завидуют просто я пробую любовь свободу бессмертия она невозможна если есть страхи у них страх всего у меня страх один не сделать сделать ближнему зло все тоже сделать его я себе я себя не люблю я не люблю бога я не люблю того против кого прямо грешу совершая дело греха все вся истина куда еще проще скажите мне на этом у меня все иначе я уже начну по кругу я такой такой я вот сейчас есть первый ролик на 2020 год я говорю надеюсь вам что-то кому-то откроет кому-то еще что-то подшлифует тот муж впервые попадет на этот ролик вот я христианин зовут меня кузнецова дмитрий евгеньевич в интернете у меня имя христолюб четыре у меня канала немножко разделенные что по тематике что кому каждому по вкусу вот всех вас буду рад видеть на буду рад видеть подписчиками своих каналов буду рад видеть вас в друзьях у себя в соц сетях ставьте лайки если ролики вам нравятся это для меня обратная ответная связь это помогает все продвижению каналов роликов я под этим подразумеваю проповедь истины продвижение истины пишите ваши комментарии в них вы можете свои просто эмоции выразить мысли размышления я всех их с радостью читаю обязательно все и если есть желание если считаете что это кого-то сделает счастливым кому-то откроет глаза откроет глаза познает истину станут счастливыми соответственно то можете поделиться этими роликами либо в личных сообщениях с кем-то прямо либо там у себя в соц сетях где-то либо на каких ресурсах вас есть кто знает у меня есть сайт христолюб.ру на котором который является в принципе совокупностью такой так и аккумулятором всех всех всего моего проекта на ю тубе игр он разделен там так скажем все можно и обо мне найти о том что я чем занимаюсь все там выкладываю ну на этом все еще раз призову подписаться жмите на колокольчик такой есть что у вас приходили уведомления о новых видео ну все пока пока всех по-братски обнимаю целую всем желаю в вашей жизни во всей сфере всякого всякого блага и всего самого доброго все до встречи в следующих моих видео роликах пока пока